Прошел более 10 тысяч километров по льдам Арктики. Я очень много раз видел белых медведей, очень много раз с ним встречался. Вообще важно понимать, что белый медведь это хозяин Арктики. Это вообще самый большой хищник, который ходит по земле. Все остальное, что больше его, например, акула, она уже плавает. Или слон. Он тоже ходит, но он не хищник. Белый медведь это самый большой хищник, и он чувствует себя полноценным хозяином в Арктике. Мой опыт говорит о том, что ни в коем случае не стоит на него нападать. Потому что от него ничего хорошего ты не дождешься. Но с другой стороны, опять же, мой опыт говорит, что и сам белый медведь не нападает. В лучшем случае он проявляет любопытство. И очень много раз бывало такое, что во время наших лыжных путешествий к нам приходил белый медведь, пытался войти в палатку нашу, но достаточно было каких-то громких хлопков, выстрела той же самой ракетницы в воздух, и медведь все-таки убегал. Потому что медведь не дурак, он не будет связываться с каким-то агрессивным настроенным человеком. Если я правильно понимаю, ребята удивлены происходящим, в их голосах точно нет никакого злорадства. Кто-то дал белому медведю или взрыв-пакет, или фальшфейер. Но то ли это произошло случайно, но и тогда вообще много чего в жизни происходит случайно. Если это было сделано преднамеренно, то, конечно же, таких людей нужно судить. Потому что вообще, конечно, в последнее время часто встречаешь то, что люди издеваются над животными. Это, конечно, такое впечатление, что наше общество в этом плане очень сильно деградирует, в отличие от общества животных. Даже если бы им угрожал медведь, то заодно это не повод его убить. Потому что белые медведи, их все-таки совсем-совсем немножко в нашей стране и в мире. А людей все-таки очень-очень много. Остров Врангель считается родильным домом белых медведей. Я сам был на острове Врангеля, видел одновременно порядка 30-40 белых медведей. Потом, когда они встречаются с медведицей, получается много медвежат, и они начинают путешествовать в сторону Аляски или в сторону других наших островов, или в сторону Земли. Например, когда я пересекал Беренг в пролив Лонга от озера Врангеля к Земле, мы шли всего лишь 100 километров, мы шли 15 дней. И за эти 15 дней мы встретили порядка 50 белых медведей, которые шли в одну и в другую сторону, и ни разу на нас никто не нападал. Поэтому вообще белые медведи, они все-таки такие... Хоть они самые большие хищники, но они все-таки, мне кажется, достаточно дружелюбные.